Она выходит, на ней много паутины, она подчищает свой биоробот, вытаскивает все. Все правильно. Вышла тонкая кожа. Хорошо, биоробот чистый сейчас от паутины. Чистый. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ингу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает, она в паутине и в руках у нее большой комок этой паутины. С силой моего намерения вся паутина, находясь в биополе Инги, начинает выходить. Этот комок из рук выходит на счет 3. 1, 2, 3. Включая внутренний белый свет, она выдавливает из себя всю эту паутину до последней частички. Все это выходит, формируется в большой шар перед ней. Пошел процесс. За ним инкубатор тянется, паучки. Как это все выходит, формируется в один шар и отправляется в клетку-тюрьму. Готова. В клетке? Да. Хорошо, Инга. Так лучше? Лучше, но она чувствует еще есть. У нее в области плеч и шеи, как мурашки. У нее там маленькие арахноиды. Это сейчас все уберем. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Инги под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Инги. Находит все. Здесь без. Бес. Инкуб. Инкуб. Лизард. Лизард. И мама арахноид. Она большая, и она под себя всех подкрепла. Арахноид самка, да? Арахноид самка, и у нее маленькие под ней. Какая замечательная идея у арахноида было прийти в это биополе. Сколько ты присутствуешь в этом биополе, арахноид? Она показывает, она попалась в ее сеть, то есть паутина растянутая, и она туда попала в нее. Когда это было? Два с половиной года. И ты решила из нее сделать инкубатор и выращивать там свое потомство, да? Да, она попала в сеть. В квартире ты присутствуешь, где живет Инга? Присутствует. Ты присутствуешь также в ее детях и муже, или там твое потомство только? Она не присутствует. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии инки спрессировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходят к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Какой у нас бес, Вера? Девять. Итак, сколько ты присуствуешь в этом биополе беса? Семь месяцев. Меня интересует вопрос насчет страха, который испытывает постоянно человек, что она даже чувствует свое биение сердца. Кто ответственный за этот страх, который постоянно усиливается лизардом? Твоя работа бес, инкуб, арахноид. Кто из вас? Арахноид, лизард и бес, они все внесли свой вклад и питались этим. Ну, это, в принципе, и хватило бы одного из вас. А здесь такое тройное воздействие. Бес присутствует в квартире, где живет Инга? Присутствует. Бес присутствует также в детях и в муже Инге? Нет. Арашу, инкуб, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Год и два месяца. Как ты воздействовал на нее? Как она ощущала? Что у нее болело? Где ее давило? А у него накидка есть. Накидка есть, да? Да, она закрывает лицо и идет туда, до бедер. И она разными цветами. Накидка, она такая, как шелковая, и она ее закрывает. И вот эти цвета символизируют эмоции. Что бы она ни делала, она ее воспринимает как красную тряпку. Тогда Инга должна понимать, о чем сейчас идет речь, если она посмотрит на год и два месяца назад, когда это началось. То есть, вот так ее воспринимают люди благодаря накидке Инкуба. Не люди, мужчины. Мужчины. Хорошо. Мужчина. А, ее муж? Да. А, вот против. Он не согласен со всем, что она скажет именно благодаря этой накидке. Все понятно. Значит, вот эта работа Инкуба. Он реагирует на каждое слово. Эта красная тряпка его раздражает. Но такая работа у Инкуба. Итак, Лизар, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Четыре года. Я, как полагаю, ты и есть тот, кто увеличивал эту громкость, эту силу всех этих воздействий в несколько раз. Не так ли? Все, что они сделали, ты усиливал в несколько раз. Он показывает у нее в груди, как диск такой. Да, переключатель. Это сердечная чакра. Нет, это не переключатель. Это диск, который, у нее там тяжесть, во-первых, а во-вторых, пустота. То есть у нее нет энергии в этой чакре, а есть тяжесть. Поэтому сердцу не хватает энергии биться. Она бьется учащенно. То есть это все перешло на физический план уже. Силой моего намерения этот диск подсвечивается вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Отключается полностью и выходит из всех семи тонких тел. Зависает перед ней. Он идет к горлу под ключками. Это значит, что ей не хватало воздуха иногда. Да. Готово. Отправляет этот диск в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от Инги к этому каналу, к этому диску. И Инга дает все негативное патогенное низкое аббрационное, что она от него получила. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Все негативное возвращается назад. И что туда идет, Вера? Она очень тяжело дышит. И вот это дыхание, оно как темными энергиями, таким светло-серыми, темно-серыми. Вот это дыхание ее, оно перекрыто было этим. То есть это как паника. Страх такой. Он от светло-серого к темно-серому переходит. Эти энергии возвращаются. Нечего и добавить. Здесь все видно. Реверс закончился. Устанавливает фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилие потоки в 50 раз. Инкуб и Лизард не присутствуют в квартире? Нет. Ни у кого нет контракта с Ингой? Нет. И никто не сидит из вас в других членах этой семьи? Нет. Хорошо. Готово. Начинаем с вытаскания того, что еще осталось. Лизард, на твоей чистоте что-то осталось еще? Нет, не осталось ничего больше. Инкуб, выходи, снимай эту накидку, отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся назад, докладай готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит. Он ее с головы снял и как в рулон такой свернул. Все? Готово? Готово, да. Арахнует. Выходи, вытаскивай свою паутину, если что-то осталось, какие-нибудь иголки, микрочастицы. Забирай все, возвращайся назад. У него остались большие такие, они как держатели. В каких местах? Плечи. В плечах. Хорошо. Голова. Какие боли она ощущала от этих, то что осталось сейчас, я полагаю, это иголки? Иголки, но они функцию держателя выполняли. Она пробила этими иголками тонкие тела и закрепила свою конструкцию? Закрепила она инкубатор. Вместо зажима, как и у инсектоидов. И заплела все это в паутину. Ой. Все сняла. Хорошо. Я на нас остался без. Без. Скажем, есть лярва в биополе, Инге? Да, есть лярва у нее на груди. Это от было от лизарда. Затемнение где присутствует? Затемнение низ живота, голова, ноги. Хочешь получить затемнение и лярвы? Хочу. Выходи сначала, снимай все, что я оставил на своей частоте, отключайся полностью. На месте доложи мне, что ты все снял. Я дам отдельную команду. Сможешь забрать лярвы и затемнение. Приступай. Он с нее сапоги снимает. Такие облегающие, кожаные. По ноге прямо идут. До колена. Как они воздействуют? Топталась на месте она. Топталась на месте. Хорошо. Вот причина этого топтания. Хорошо. Снял сапоги. Разрешайте забрать лярвы и затемнение. Забираю все, возвращайся назад. Готово. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Инге с арахноидом, ее инкубатором, бесом, инкубом и лизардом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Инге отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печат и растворяя. Готово. Хорошо. Этот диск нам, лизарда, не нужен. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Готово. Лизард, ты больше не войдешь в это биополит. Это понятно? Понятно. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда, и он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инкуб, ты больше не придешь в это биополит. Я понятно? Да, понятно. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Бес у нас в квартире сидит, да? Да. Хорошо, Бес, я тебя сейчас отправлю в квартиру. Собирай все, что ты оставил. После этого ты мне покажешь все порталы. Если там есть черт, то черт пусть покажет. Я их закрою. После этого я могу собрать весь негатив в этой квартире тебе в дорогу. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Инги. Бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Рахнует. Тогда я тебя сейчас отправляю в квартиру. Собирай все свое потомство, всю паутину. Все, что у тебя там осталось. Я приду, проверю и отправлю тебя в первый раз на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Инги. И Арахнует забирает все, что принес, уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Глетка пустая? Да. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Инги. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое абрационное эмоциональное. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит черный, да? Он такой тучный снизу. И он как желе. Как желе уже. Ой, кошмар. Хорошо, Инга, эти энергии вы сами сгенерировали, благодаря этому воздействию. И эти страхи, вот так оно все выглядит на эмоциональном вашем фантоме. Вы готовы отказаться от этих энергий и сбросить их? Готово. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Чисто. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Есть душа. Выходит душа, идет в клетку. Снимаются маски и голограммы. Неупокойная душа представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Женщина. Представьте, неупокойная душа, как тебе обращаться? Зира. Зира. Как долго ты находишься, Зира, в этом биополе? Она показывает руками, она немая. Ну, хорошо, телепатически передавай информацию. Пять дней. Пять дней. Ты пришла с какой-то определенной целью? Кивает, она выйти хочет, показывает, что нужно открыть портал. Ты пришла по адресу. Как давно ты закончила свое земное воплощение? Два года. И в каком возрасте? Семьдесят два. Хорошо. Она Индия. С Индией откуда-то? Индия. Зира. У меня больше вопросов нет. Ты пришла по адресу. Зажгли ее. Ну, у них традиция такая сжигать все. Сжигать тех, кто умрет. Да, по всей традиции. В реке Ганга, по-моему, если я не ошибаюсь. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. Зира идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знает и любит по ту сторону, встречает Зиру. Желаем ей все наилучшую в новой жизни. Встречает Вера ее. У нее длинная коса. Да. Седая. Сари. Она улыбается. Ее встречают. Отлично. Закрывай, опечатывай. Расторей. Готово. Переходим на чистоту. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Инги до числа значения 690 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Инга. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Волшебно. Я храбрая. Как будто у меня какая-то смелая защита встала. Я ничего не боюсь. У вас действительно стоит сейчас отличная защита. Сейчас мы по очереди будем поднимать ваших детей. Начинаем с Арнольда. Мы на месте. Мы приветствуем Арнольда. Он идет к маме. И мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Арнольда. Мам дает разрешение. Хорошо, Вера, посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. У него голограмма, как плата. Голограмма. Хорошо. Скэнер. Просканируй сейчас Арнольда. Отключи эту голограмму. Подсвечив все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы к этой голограмме. Скэнер их видит, отключает все полностью, выводит. И как это выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У него плата через все тонкие тела проходит. Плата? Вышла она. Отправляя в клетку-тюрьму. Больше ничего нет? Визуально? Нет, он себя трогает сейчас. У него как от стержня стегнулось что-то. Так, лучше, Арнольд? Легче. Сейчас узнаем, что там за причина. Даю команду. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Арнольда, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканирует все 7 тонких тел Арнольда. Находит все. У него черт и красный дракон. Какой красный дракон? 2281. У тебя есть контракт с этим ребенком? С ребенком нет, с душой есть контракт. С душой у тебя есть контракт? Да. Объясни, какой контракт, когда он был заключен и на каком основании и где? Слушай тебя. Заключен был на земле. В каком году? И какие условия и обстоятельства этого контракта? Обмен энергиями. Я даю силу дракона в обмен. Он дает мне свои энергии. Контракт бессрочный. Был заключен в 1602 году. Арнольд, ты помнишь что-нибудь об этом контракте? У тебя есть какие-то воспоминания? Нет. Все понятно здесь? У меня есть сжение внутри. Сжение внутри у тебя. И беспокойство. И так идет в принципе с 1602 года, Арнольд. Не знаю сколько у тебя было воплощений после этого, но во всех жизнях. Это какая жизнь, с которой ты в нем живешь? С ним живешь, дракон? После заключения контракта по счету? Четвертая. Четыре жизни. Но я думаю дракон хватит. И еще один вопрос. Какую силу ты ему дал драконов? Что он мог делать? Летать. Реально мог летать? Нет, это были определенные упражнения, где он мог задерживаться в воздухе. Это не связано с чем-то. Вернее, это не та техника, которая была в Китае, когда драконы заключили с Кайзером контракт и подготавливали для него его охрану. Они умели прыгать на определенное расстояние до 20 метров, если я не ошибаюсь. Нам дракон рассказывал. Об этом речь идет? Об этих способностях? Способности эти, но для других целей. Какие цели это были, чтобы я уже понял полностью суть этого контракта? Что он тебя просил? Суть контракта я объяснил. Я понял. Он получил возможности дракона в обмен на свои энергии. И что он с ними делал? У него сейчас нет воспоминаний об этом. С возможностями? Да. То, что ты ему дал с этой возможностью задерживаться в воздухе. Зачем ему нужно было это? Для нападений, для охраны, для чего? Для возвышения над другими. Он обучал, но никому свой секрет не рассказывал. Понятно. То есть это было какого-то рода, ну скажем так, секта своего времени. Ну что ж, все понятно. У меня к тебе нет никаких вопросов. В монастырь. Мы уже встречались с такими ситуациями. И знаем, как в монастыре отключено заведут такие учения. Ну что ж, и какой у нас черт, Вера? Пять. Черт, ты присутствуешь в квартире? Присутствует. Дракон красный, у тебя есть платы в квартире? Или ты сидишь в ком-то еще? Платы есть, понятно. Присутствуешь в биополе мужа? Нет. Ну что ж, начинай. У нас конфликт с его... С сущностью, которая в нем сидит? Да. Но я все равно, он следующий у нас будет по чистке, поэтому... Я не присутствую в нем. А с кем, интересно, у тебя ты там конфликтуешь? Кто в нем сидит? Другими энергиями. Хорошо, разберем. Менее сильным. Ну это только ящер может быть или гуманоид? С кем другим? Нет. Нет? Ладно, разберемся. Вопросов нет. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Арнолда, спрессера, все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также и к платье дракона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей негативной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Арнолду. Усилий потоки в 50 раз. У него какие-то как психические действия, эмоции возвращаются. Он хочет как вывернуться от его платы, отключиться от него на физическом теле, вот эти как изворачиваются. Выходит это все? Да, возвращается. Бессрочный контракт. Готово. Постанавливались фильтры с золотой сеточкой на все каналы. К порядке реверса Арнолд забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Скажи, дракон, это уже мне интересно. Эти знания насчет силы дракона, когда драконы перемещаются. Это какая-то определенная формула, это какие-то слова, это какие-то знания. Или ты ему что-то, какой-то артефакт дал, который дает... Контракт с драконом. Дает мне право находиться в нем и использовать свои крылья. А, так это ты практически... Наша энергия синхронизируется. Все понятно, на чем практически и был-то драконом. Потому что это же не он летал, это ты летал и переносил его или задерживал в воздухе. Правильно? Здесь идет синхронизация энергии. Хорошо. В этом тандеме, когда вы вдвоем, все равно ты руководишь этим всем процессом. У него же нет такого дара самому подняться, оторваться от земли. Преодолеть притяжение земли. Только с твоей помощью, с твоими крыльями. Это то? Одно не работает без другого. Я понимаю, что ты синхронизирована, это было добровольное его желание. Это никакой не упреки, я просто хотел уточнить. Ждем окончания реверса. Я не синхронизирован с ним, я синхронизирован с душой, с его энергиями. И это дает особый эффект и для меня, и для него. Все понятно. Начинаем с черта. Черт, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте, возвращайся назад. Скажи мне, черт, есть затемнения какие-то в биополе Арнолда? Такие бледно-серые есть. Ты хочешь их получить? Кивай там. Хорошо. Не бойся, я на тебя ничего, у меня никаких претензий к тебе нет. Значит, тогда сними все, что ты на своей чистоте оставил, и доложи мне, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду, можешь забрать эти затемнения. А он подключен к другому ребенку. У него с одной стороны идут к одному ребенку подключки, как веревки, а с другой стороны к другому он как качелями их качает. Значит, тогда задержишься в этой комнате, пока мы второго ребенка не поднимем, не вытащим из него все. А сейчас ты можешь забрать эти затемнения. Отключайся полностью и возвращайся назад. Готов. Идем дальше. Красный дракон, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте? Синхронизация и контракт. Все понятно, рассинхронизацию мы сейчас провести не можем, поэтому я обращаюсь сейчас к маме Инга. У Арнольда есть действующий активный контракт, который он заключил в 1602 году с драконом. И он продолжается четвертую жизнь. Всю эту ситуацию вы уже услышали. Нам сейчас нужно расторгнуть этот контракт. Вы даете свое согласие на расторжение контракта сына? Дает. И Арнольда спрашиваем. Арнольд, ты хочешь расторгнуть этот контракт, который был заключен опрометчиво в 1602 году тобой? Тогда он мне был нужен, но сейчас я хочу чистую душу. Да, будет так. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Арнольд взял ответственность за свою жизнь вместе с мамой и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я, актам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но он вышел в виде драконьих красных крыльев, этот контракт. Пусть повторяет за мной. Внутренняя властью моего сверенного я, шли законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Энергия возвращается им. Собственная энергия, как он сказал. Сколько процентов он у него забрал в этом контракте было? Не идет цифра. Здесь показывают, что ему возвращается та энергия, которая... То есть здесь был обмен. Там эта плата, которая стояла вокруг стержня, туда возвращается его собственная энергия, заполняет эти места. Понятно. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро и производим сброс аннулированного контракта и договора. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Арнолда с красным драконом, его платами и чертом. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия осигнуть все каналы Арнолда. К вернее, к Арнольду. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы выходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Красный дракон. Контракт аннулирован. У тебя больше нет никаких оснований здесь находиться. Сейчас я открою портал в дом, вернее в квартиру, где живет Арнольд. Ты снимешь все свои платы, я приду, проверю и отпущу тебя первый раз на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Еще один вопрос тебе, красный дракон. Ты мне дал сегодня полезную информацию. Может, у тебя есть какой-то вопрос ко мне? Я бы мог ответить по мере своих знаний. Если такого нет, я тогда открываю тебе портал. У него нет вопросов. Открывается портал в квартиру Арнольда. Один, два, три. И красный дракон уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Под платы, открывая воронку в галактическое ядро, плата уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Черт, тебе придется здесь остаться. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочешь. Поскольку ты уже здесь. Выходит эмоциональный фантом Арнольда. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкообразные эмоциональные энергии. Злости, раздражения, ненависти, гнева, страха, ужаса, сердитости, досады, сопротивления, отвращения, настороженности, тревожности, нервозности, испуга, волнения, давящих переживаний, энергии запутанности, изолированности, угнетенности, отчаяния, депрессивных ощущений, ранимости, беспомощности, опустошения, апатии и скуки, ощущения одиночества, стыда, вины, смущения, шока, потрясения, грусти, дезориентации, ревности и агрессии. Все это низкообразная им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Фантом темный вышел. Хорошо. Сворачивайте энергии в шар. Черт забираешь? Черт забирает, да. Отправляй черту. Хорошо. Скажи, когда ты дергал брата? Ты же подключен к двум детям, правильно? Да, он показал уже это. Когда ты начинаешь их дергать? Они начинают между собой... Отправливают друг на друга. Вот. Они начинают тогда ругаться между собой. Вот так оно выражается, твое дергание, правильно? Идут выплески с какой-то стороны, или с той, или с другой. Все понятно. Это для родителей, чтобы они знали причину, почему дети ругаются. Идем дальше. Переходим на чистоту. Хорошо, Арнольд. Мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Чисто и спокойно. Отлично. Контракт аннулирован. Так что все теперь будет у тебя по-другому. Сейчас возвращаем тебя назад, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И после этого перейдем к чистке твоего брата.